Здравствуйте! Это программа «Донбасс сегодня» и я, Кристина Терещенко. В этом выпуске смотрите. Вернуть Донбасс. Что предлагают разные политические силы? Украина – это Европа? Как ситуация в Донецке влияет на евроинтеграцию Украины? Хотелось бы, чтобы европейская интеграция сыграла в Схидном Арагоне таким образом, чтобы территории прилегли к оккупованным, развернулись настолько, чтобы это действительно было таким островком успеха. Побои и разгром. Чем в Мариуполе закончился концерт в арт-платформе? Смотрю, открывается дверь, забегает группа лиц со скрытым лицом в балаклавах, в масках медицинских. Что объединяет реформу децентрализации, реинтеграцию Донбасса и евроинтеграцию? Успех и взаимосвязь этих процессов в итоге определяют будущее нашей страны. В деталях об этом расскажем в нашем следующем материале. Украина взяла курс на евроинтеграцию. Это значит, что государство приводит в соответствие с европейскими требованиями и нормами законодательства и большинство сфер внутренней жизни. Один из первых шагов на этом пути – реформа децентрализации. Она стартовала в 2014 году. Главная ее цель – передача власти, полномочий и финансов на места. В течение четырех лет реформу внедряют, принимая законы и другие документы. Но необходимы также изменения в Конституции Украины. 31 августа 2015 года Рада проголосовала в первом чтении за эти изменения, и тогда под зданием парламента начались столкновения между митингующими и силовиками. Один из протестующих бросил правоохранителей боевую гранату, в результате чего более сотни человек получили ранения, четверо погибли. Протесты были связаны с тем, что новая редакция Конституции предусматривает возможность специфического порядка осуществления местного самоуправления в отдельных административно-территориальных единицах Донецкой и Луганской областей. Но митингующие под парламентом поняли это как предоставление особого статуса для отдельных районов Донбасса. Автор проекта изменений в Конституцию президент Петр Порошенко через несколько дней после потасовки под Радой сообщил, что допускает пересмотр своего проекта изменений в Конституцию в части децентрализации, если российская сторона не будет выполнять минские соглашения. Сама же децентрализация предусмотрена несколькими пунктами минских договоренностей. Проводя децентрализацию, Украина частично выполняет минские соглашения, то есть обеспечивает передачу власти на места и некоторые пункты Минска можно увязать с децентрализацией и с изменениями в Конституцию в соответствии с децентрализацией. Спустя три года изменения в Конституцию в части децентрализации так и не вступили в силу, так как парламент принял их лишь в первом чтении. Но что изменилось в украинском обществе? По данным исследования Кальмирской группы, децентрализацию поддерживают как на Донбассе, так и по всей Украине. В поддержку реформ высказались 50% украинцев, отдельно среди жителей Донбасса процент выше – 57%. Не поддерживают децентрализацию 30% жителей Украины и 25% населения Донбасса. При этом люди считают, что децентрализация в Донецкой области менее успешна, чем в других регионах. Эксперты считают иначе – финансовая децентрализация состоялась как по всей территории Украины, так и в подконтрольных районах Донецкой области. На сегодня в регионе создано 10 территориальных громад. Здесь уже прошли выборы, сформировались органы местного самоуправления. Также объединенным территориальным громадом выделяется дополнительная субвенция на развитие инфраструктуры. По мнению экспертов, не только украинское правительство, но и западные партнеры считают децентрализацию одну из самых успешных реформ. И именно она поможет дальнейшей реинтеграции Донбасса. «Звичайно, успех и то, что наша страна будет развиваться, это, на мою думку, будет створювать умовы, что люди из тих территорий, из территории, которые сейчас не под контролем уряда, они захочут повертаться, они будут включаться в наше життя. И таким образом мы будем повертать людей. А, звичайно, мы боремся, прежде всего, за людей, за них. Мы боремся за них, поэтому успех децентрализации будет успехом реинтеграции». Второй шаг успешной евроинтеграции – это улучшение экономических отношений со странами Евросоюза. В конце июня Министерство экономического развития и торговли сообщило, что Евросоюз является основным торговым партнером Украины в экспорте товаров. За первые четыре месяца 2018 года его доля составила 43%. В прошлом году свою продукцию у страны Евросоюза продавало более 14 тысяч украинских компаний. Больше всего Украина экспортирует в страны Евросоюза черных металлов, зерновых культур, электромашины, оборудования, жиров и масла. Несмотря на то, что самый большой процент экспорта из Донецкой области в Европу – это металлургическая продукция, также из Донбасса успешно экспортируется соль, мед, керамика и зерно. По данным исследования Кальмивской группы, большинство украинцев – 88% населения – согласны с тем, что необходимо устанавливать европейские стандарты и повышать уровень жизни, строить Европу в Украине. Более половины жителей страны считают, что Украина должна вступить в Европейский Союз. Против этого – 32% населения. На Донбассе вступление Украины в Евросоюз не поддерживает 48% населения. О том, как вооруженный конфликт влияет на процесс евроинтеграции, мнение расходится. Аналитик Кальмивской группы Виталий Сизов считает, что децентрализация создает условия для мирной реинтеграции неподконтрольных районов Донбасса, без которой невозможно дальнейшее сближение с Европейским Союзом. Тяжело принять состав Европейского Союза, государство, которое имеет вооруженный конфликт и претензии территориальные со стороны другого государства. Поэтому урегулирование конфликта на Донбассе и возвращение туда украинской власти – это будет еще один дополнительный шаг к евроинтеграции всей Украины. Однако заместитель директора Центра «Новая Европа» Катерина Заремба приводит примеры, когда конфликт не помешал вступлению отдельных стран в Евросоюз. Она считает, что вступление Украины в Евросоюз препятствует не столько военный конфликт, сколько проблема коррупции. По словам евроинтеграции, украинцы подразумевают улучшение инфраструктуры, качества медицины, образования и транспорта. И нельзя отрицать тот факт, что пример успешного развития регионов будет способствовать скорейшей реинтеграции Донбасса. Улучшение качества жизни, улучшение сервисов различных, административных, которые подразумевают евроинтеграцию – это тоже шаг к реинтеграции неподконтрольных территорий, потому что люди будут видеть улучшение качества этих сервисов и будут стремиться быть вместе в составе единого государства, чтобы получать те же самые услуги на том же высоком качестве и иметь доступ к более качественным сервисам. С разгромом и пострадавшими закончился концерт панк-рок-группы, проходившей в мариупольской арт-платформе ТЮ. Кто устроил нападение на местных музыкантов и причастен ли к этому национальный корпус АЗОВ, узнавали мои коллеги. Следы крови, разбитая аппаратура и сломанная мебель – так закончилось выступление мариупольской панк-рок-группы. Около 30 человек спортивного телосложения в масках ворвались в помещение арт-платформы ТЮ, где проходил концерт, и без разбора стали бить всех присутствующих. Попытался остановить все это движение людей, забежал в самую толпу, здесь сразу начали мне прилетать удары со всех сторон, я как бы начал закрываться, тут удары чуть-чуть отступили, я подбежал к одному из нападавших, сорвал с него балаклаву, потом опять посыпались удары на меня, я упал, потом поднимаю голову, уже никого нет. Мы вот с Сашей противом просто упали за бар, я схватила тревожную кнопку и начала сигналить, что приехала охрана. Вот секунд 10-15 максимум. Организованно зашли, избили, раскрушили, организованно скрылись. В результате налета пострадали около 10 человек. У двоих сотрясение, у одного сломан нос, необходима операция. Остальные отделались ушибами разной тяжести и ожогами слизистой. Полиция квалифицировала нападение как хулиганство. Пока полиция устанавливает факты, потерпевшие уверены, что нападение совершили праворадикально настроенные лица. Ведь группа Адемантага, выступавшая в тот вечер, открыто высказывает свою левую позицию. Это абсолютно было очевидно, что это был напад правых, потому что их агрессия была скерована против музыкантов, против активизма музыкантов, против, в определенном смысле, любого активизма, который не согласится с позицией правых. Познавательных знаков особо таких не было, но я увидела двоих молодых людей в футболках нас в корпусе. Может, не в футболках, может, в толстовках, я уже не знаю. Глава национального корпуса в Мариуполе Антон Требухов полностью отрицает причастность своей организации и ее членов к этому происшествию. Платформа ТЮП, просто ей нужно зарабатывать деньги. Она никому не интересна, если у нее нет скандалов. Это стандартная работа таких организаций. Им нужен скандал. Скандал сами по себе они сделать не могут, им нужны какие-то именитые оппоненты. И вот чтобы на лимите нашей узнаваемости они решили нас обвинить, ни больше, ни меньше. Конфронтация между приверженцами правых и активистами ИСТЮ продолжается уже достаточно давно, рассказывает основательница культурной платформы Диана Берг. Мне кажется, что такие ультраправые движения, может быть, образились на нас за несколько случаев наших активностей. Речь идет о тех культурных акциях в защиту прав женщин, ЛГБТ-сообщества и других уязвимых групп, которые постоянно проводят в Мариуполе арт-платформа. Это было очевидно, что такая наша позиция их дратует. Мы не можем поддерживать ЛГБТ-движение, потому что мы за традиционную семью и мы за традиционные семьи. Какие родные инициативы остальные проходят в ТЮ, я без понятия даже. Другая обсуждаемая версия, что нацкорпус подставили. Начинается политический сезон, и мы подходим к осени. Осень всегда в политическом плане интересна, и всегда будут такие заказные мероприятия. Тогда появляется вопрос, кто может быть в этом заинтересован, и кто мог бы организовать такое четко спланированное нападение. Сами же участники группы Адемантанга, которая выступала в этот день, предполагают, что инцидент произошел на почве расхождения взглядов, и целью нападения была не арт-платформа, а сами музыканты. Типа, конечно, приятно, что подняли такую огласку-движуху, но я не считаю, что это такая необычная вещь, потому что панк-концерты всегда накрывались ультраправыми, и такое происходило во все времена, во всех городах, поэтому это не столь выходящая какая-то необычная вещь. Это, конечно, плохо, но это нормально. Я уверен, что это просто субкультурные терки, правые были, и все. Не считаю, что это какая-то организация, как многие считают, что кто-то определенные, просто чувачки, которые правые, решили собраться с корешами и пойти накрыть шавок, все. Было ли это действительно нападение ультраправых, активизировавшихся за время войны? Присутствовали ли в рядах нападавших члены национального корпуса? Было ли нападение субкультурной стычкой, политическим заказом? Предстоит узнать следователям. Но если вы были свидетелем произошедшего, либо у вас есть какая-то информация, просим обратиться по горячей линии полиции. Вариантов решения конфликта на востоке Украины за 4 года было предложено массу. В частности, закон о реинтеграции Донбасса. Часто политические силы спекулируют на военном конфликте, а предстоящие президентские выборы все больше обостряют этот вопрос. Какие сценарии возврата оккупированных территорий видят различные политические партии, расскажем в нашем следующем материале. Украина вступает в предвыборную гонку. Уже через несколько месяцев начнется президентская, а затем и парламентская кампания. Конфликт на Донбассе – один из вопросов, который политики не в первый раз будут использовать для привлечения голосов жителей Донецкой области в свою копилку. Сейчас постараюсь объяснить, как политические деятели разных лагерей видят завершение конфликта на востоке Украины, реинтеграцию неподконтрольных территорий, и что думают люди, кто из политиков и партий за реинтеграцию, а кто против. Для начала необходимо вспомнить закон о реинтеграции Донбасса. Он был принят в январе этого года 280 голосами при 226 необходимых. Закон определил дату начала оккупации и признал Россию страной-агрессором. Закон поддержали все фракции, кроме оппозиционного блока и Ведроджиня. О реинтеграции Донбасса у украинских политических партий нет единой позиции. Мнения не сходятся даже о ситуации в регионе. Так, оппозиционный блок и наш край характеризуют вооруженный конфликт как агрессию с элементами гражданской войны. Блок Петра Порошенко, грамотянская оппозиция, Демальянс, Нацкорпус, Самопомощь, Свобода и Сила людей считают конфликт вооруженной агрессией России. Народный фронт настаивает на термине «оккупация Донбасса». При этом ни одна из политических партий не верит в эффективность прямых переговоров не только между Киевом и Донецком и Луганском, но между Киевом и Москвой. Об этом говорят данные еженедельника «Зеркало недели», журналисты которого провели собственное исследование. Ни одна из упомянутых партий не поддерживает военный механизм возвращения неподконтрольных территорий. При этом никто из партий не настаивает на исключении России из нормандской группы. Хотя положительно оценивают деятельность нормандской четверки только блок Петра Порошенко. В президентской фракции выступают за сохранение действующего состава Нормандии. Остальные партии выступают за включение переговоров представителей Соединенных Штатов, а такие партии, как Демальянс, Нацкорпус и Свобода, предложили включить переговоры еще и Великобританию. БПП и Сила людей назвали минские договоренности «безальтернативным условием восстановления территориальной целостности Украины». ОПО-блок высказался за коррекцию договоренностей. Громодянская оппозиция, самопомощь и свобода вообще настаивают на отмене минских соглашений, считают их неэффективными и не соответствующими конституциям. Батькевщина и радикальная партия Олега Ляшко высказываются более жестко и предлагают вернуться к Будапештскому меморандуму. Особый статус отдельных районов Донбасса открыто не поддерживает ни одна политическая сила. Громодянская оппозиция, Демальянс, Наш край, самопомощь, свобода, сила людей и БПП считают, что выборы на временно неподконтрольной территории возможны только после прекращения боевых действий, отвода войск, установления контроля над границей и возвращения украинской власти. Оппозиционный блок выбирает полную демилитаризацию региона и введение миротворцев, на которых будет возложена функция контроля над границей. Громодянская оппозиция, Демальянс, Национальный корпус, самопомощь и свобода выступают за то, чтобы после деоккупации жителям некоторых районов Донецко-Луганской области было запрещено голосовать и избираться на любых выборов. Большинство политических сил выступают против амнистии не только в отношении фигурантов тяжких преступлений и участников незаконных вооруженных формирований, но и в отношении членов руководства оккупационных структур и даже организаторов тех самых незаконных референдумов. Партийные позиции здесь теперь понятны. А вот что украинцы думают о партийных предложениях, о том, какая партия по мнению людей выступает за или против реинтеграцию, говорит статистика, собранная Кальмиусской группой. Мы выбрали лишь несколько самых крупных политических игроков. Украинцы выделяют топ-3 партий сторонников реинтеграции Донбасса. Половина населения страны считает, что блок Петра Порошенко «Солидарность» поддерживает реинтеграцию Донбасса. Подобное мнение и о радикальной партии Олега Ляшко. Его называют реинтегратором. 41% украинцев. В список также включают Батьевщина. А оппозиционный блок как реинтегратор лидирует лишь среди жителей самого Донбасса, то есть Луганско-Донецкой области. 47% опрошенных в этих двух областях назвали его таковым, то есть реинтегратором. Более половины населения по всей стране, а также половина жителей Донбасса, 59%, считают, что Петр Порошенко как президент поддерживает реинтеграцию Донбасса. Премьер-министр Владимир Гройсман также аналогично воспринимается по всей Украине, в том числе и на Донбассе. Здесь 52% жителей считают его реинтегратором. Однако в тройке сторонников реинтеграции также наблюдается разница. Половина украинцев, 52%, считают, что Юлия Тимошенко поддерживает реинтеграцию Донбасса, тогда как сами жители Донбасса чаще называют Юрия Бойко, 50%. О самом законе о реинтеграции люди также очень мало осведомлены. Более половины населения слышали о таком законе, тогда как лишь 18% имеют о нем достаточной информации. Реинтеграция остается целью, но сроки достижения и механизмы реализации пока не ясны. Однако выборы могут изменить ситуацию и политики, осознавая ответственность за целостность страны, предложат в своих программах реалистичные модели возвращения Донецка и Луганска, которые будут опираться на мнение большинства украинских граждан. На сегодня у нас все. Подписывайтесь на Общественное ТВ Донбасса в Ютубе и в социальных сетях и всегда будете в курсе главных событий в Донецкой области. С вами была Кристина Терещенко. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова